В связи с тем, что в Украине победил человек от искусства, можно сказать, от культуры Владимир Зеленский, учитывая то, что такой политический пейзаж на выборах в России достаточно скучный, может быть и нам как-то силы свои направить на поиск такого артиста, допустим, мобилизовать Ивана Урганта, либо Максима Галкина на выборах президента России? Ну, я могу сказать, что вполне возможно повторить. Я думаю, что если бы сегодня тот же Иван Урган пошел бы на выбор, а он человек очень неглупый, с отменной реакцией, чувством юмора, то я думаю, что он бы мог повторить подвиг Владимира Зеленского. Про Максима Галкина сказать не могу, я не его поклонник, но, с моей точки зрения, Иван Урган и по фактуре, и по статусу вполне тянет на молодого, перспективного президента России. Вот как бы ему не навредить только этим интервью. Но на самом деле, все равно вопрос какой. Мы с вами видим, что все попытки законопатить интернет, все попытки принять все эти законы за оскорбление власти и так далее, это все против времени, это все против прогресса. И никто еще не выиграл в истории, пойдя против самого естественного хода истории. Поэтому все равно накапливается раздражение. Ситуация в стране ухудшается, несмотря на победные революции Максима Топелина, о том, что зарплата выросла на 8% рекордная. Я бы тогда, если бы меня пустили на, не только к вам, Андрей, телеканал, а на федеральное телевидение, я бы задал вопрос господину уважаемому федеральному министру Максиму Топелину. Если зарплата выросла на рекордные 8%, то какая необходимость принимать закон о наказании за оскорблением власти? Народ должен эту власть на руках носить. Понимаете? И поэтому все попытки расколоть все зеркала, в которых они, можно себя более-менее увидеть, ну тот же Росстат, они в значительной степени ровно из этой истории. Власть прячет голову в песок, подобно Сраусу, и думает, что проблемы решатся сами с собой. Сразу вспоминается академик Стурмиле, после того, как с 1928 по 1938 год за 10 лет расстрелили 5 руководителей статистического ведомства в Советском Союзе, где он возглавил в 1938 году, то, когда у него спрашивали насчет экономического роста, он всегда говорит, что лучше стоять за высокий экономический рост, чем сидеть за низкий. Тогда это было в форме трагедии, а сейчас, когда Росстат подчинили, значит, Минэкономике, и он не стал независимым, да, принял начальник министра Орешкин, и тут же придумали, что невозможно контролировать реально располагаемые доходы граждан, потому что они падают, и в очередной раз признался, что шестой год подряд падают реально располагаемые доходы граждан, не хотелось бы, поэтому, говорит, методики не позволяют учитывать, поэтому мы от ежемесячной уходим, переходим к квартальному. Дальше нам скажут, слушай, ну на кварталу что-то не получилось, давай подождем, может быть, как-нибудь рассосется само собой. Поэтому в этой части, безусловно, будут большие перемены, будут большие перемены, я предсказываю обвал уже на осенних выборах Единой России, очень серьезный крафт Единой России. Соответственно, очень большая проблема на выборах Госдумы в 2021 году, а это протянет за собой вопрос 2024 года. Поэтому, чем быстрее практика законопачивания всех клапанов для выпуска пара будет прекращена, и начнут восстанавливаться обратные связи, подобные вашим телеканалам, то в значительной степени, я думаю, что мы сможем выйти без больших потрясений. Потому что, ну чего бы их отойти, доверие к социальным сетям, к интернету уже гораздо больше, как к телевизору. Поэтому бесконечное, это же уже стало моим, включишь немецкое телевидение, главная страна Германии, американская Америка, значит, канадская Канада, включаешь российское телевидение, главная страна Украины, по крайней мере, последние пять лет. Субтитры создавал DimaTorzok